...не имеет значения, но гораздо удобнее использовать таких якобы частных лиц. Это вот то, о чем мы говорили. Это государственные или частные структуры? Это не государственные или частные, это сицилийские. Это сицилийская система, потому что в данном случае они формально являются частными, но выполняют государственные задачи. Это вообще, можно сказать, идеальная формула, идеальная модель для Путина и для этого политического режима. Про характер Путина, Кемерову трагедии. Он не был с народом. Что это значит? Страшно. Страшно, неприятно. Он уже испытывал такую ситуацию не раз, но, по крайней мере, самое известное, это когда он появился в зале с родственниками погибших в подводной Латикурск. Это неприятная история, это тяжелая история, но тогда его политические позиции были еще достаточно слабыми и устойчивыми. Это было только несколько месяцев после избрания и получения поста президента. Сейчас, после 18 лет во власти, он считает себя возможным игнорировать такие встречи, такие неприятные встречи, поэтому ему сказать людям нечего. Ему трудно было найти соответствующие слова во время встречи с семьями погибших в Курске, но сейчас он даже не хочет тратить на это время, силы, душевную энергию и так далее. Нет необходимости, потому что режим уже сформировался жестко авторитарный и полуавторитарный. Нет никакой необходимости завоевывать или удерживать популярность, потому что полученные вот эти результаты во время этого ВДВИ на вашего 18 марта показали, что он может делать ничего не делать. Он все равно получит вожделенную корочку от госпожи руководителя Центральной избирательной комиссии. Вообще ничего может не делать, он все равно это получит. Просто зачем тогда встречаться с людьми? Зачем это делать? Абсолютно нет никакой необходимости. То есть вот за эти 18 лет произошло радикальное увеличение дистанции между ними и людьми, какими бы они ни были. Еще в 2000 году он мог ходить и говорит, знаете, меня тут поддерживают, тут люди плачут, тут бросаются на шею и все такое. Сейчас ему этого не нужно. Потому что инструментарием политических технологий, пропагандистских технологий, финансовых технологий обеспечивается его сохранение власти, независимо ни от чего. Какая бы трагедия ни произошла, сколько бы людей не погибло, сколько бы людей не погибло в Украине, в Сирии, в Чечне, в Грузии, в Кемеров, в каком бы другом месте нет никакой необходимости. А как народ реагирует к такому поведению Путина? В тоталитарном режиме народ безмолвствует, как еще учил Александр Сергеевич Пушкин в «Бессмертной поэме» Борис Годунов. Народ безмолвствует. То есть он даже может это говорить, но его не слышно. Потому что в тоталитарном режиме этот сигнал, этот звуковой сигнал, не преобразуется ни в какие действия. Просто создается эффективная стена, она может быть прозрачная, но эта стена, которая не позволяет транслировать любые пожелания, возмущения, критику со стороны граждан, кем бы они ни были, до властей. Эта связь полностью ликвидирована. Собственно, это самый явный, яркий пример того, что режим даже от жестко авторитарного перешел в полутоталитарные стадии. Вы очень не участвовали в дебатах во время организации? Та же самая причина, то, что ты сказал. Нет необходимости. Люди участвуют в дебатах тогда, когда они хотят получить либо поддержку, либо укрепить эту поддержку, либо расширить эту поддержку, либо не допустить ее сокращения. Нет этой необходимости, потому что все это достигается другими решениями. И дебаты, и участие в разговорах с людьми – это все элементы демократической политики. Это политика, где люди имеют права на высказывания, и где власти обязаны их слушать. Может быть, не всегда они ответят, может быть, не так ответят, но они обязаны общаться с людьми. А тоталитарный режим характерен тем, что лидер, или вождь, или фюрер, или император, или хан, или султан, кто угодно, у него нет необходимости общаться с этим людям. Он должен общаться только с любимыми визерами, наложницами, кем угодно. Общаться с тем, кто там со стороны, нет никакой необходимости. Совсем есть какая стратегия, что будет дальше? У кого? У Путина. Конечно, конечно, вне всякого сомнения. Еще раз повторю то, что сказал на сессии, еще раз хочу сказать, донести до всех. Ни в коем случае нельзя недооценивать противника, и в том числе такого успешного противника, потому что если находится 18-й, то в ласке. Надо признавать, это успешная позиция. Говорить о том, что у Путина нет планов, это просто не понимать его совсем, в том числе наблюдая его действия в течение 18-ти. Все серьезные проекты Путин серьезно готовит, серьезно планирует, долго готовит, с большим количеством возможных вариантов и с собственным погружением в большое количество деталей. Конкретно я могу сказать, как человек, принимавший участие, например, в разработке плана экономических реформ в самом начальном периоде, степень, глубина погружения лично его в осуществление этих действий феноменальна. Никакой Гайдар, Чубайс близко не подходили к такому уровню погружения в экономические проблемы, хотя они считаются экономистами. Как это делал Путин во время, когда я с ним общался, в 2000-2001 годах? Это феноменально, это просто невозможно себе было представить этого. Я знаю потом уже по другим фактам, поскольку изучал, что 7 лет он готовил интервенцию против Грузии. 7 лет методично готовил, включая такие вещи, как, например, инфраструктурный проект по строительству шоссейной дороги в Дагестане, с помощью которой должны были быть заброшены войска на территории Грузии, когда были подготовлены специальные две бригады горных войск, которые в полном объеме не были тогда использованы, но он готовил их за несколько лет до этого. За несколько лет до этого он вышел из специального договора по ограничению вооружений на флангах в Европе. Когда ты видишь все это, ты понимаешь, насколько глубоким, долгосрочным является планирование такого рода операций. Операцию против Украины он готовил 11 лет. С 2003-2004, когда она была осуществлена. Операцию по изменению Конституции, мы знаем, что для того, чтобы увеличить этот срок до 6 лет, Медведев по его поручению сделал сразу же после того, как только он оказался на посту президента. Это задолго задуманная, подготовленная работа. То есть любые заявления о том, что у Путина нет плана, у Путина нет планов, но это просто говорят люди, которые ничего не понимают в том, что делает Путин. Это человек, который тщательно относится к каждому своему шагу, особенно серьезным шагам, стратегическим шагам, который серьезно продуман, серьезно обсуждает эти свои планы с людьми, которых он считает специалистами, экспертами, профессионалами в этой области, и с которыми он последовательно делает такой фолло-ап, следует тем, как меняется ситуация, какие дополнительные факторы появляются и так далее. Например, он тяжелейшим образом переживал в 2005 году, когда происходила монетизация Львуд, которую в основном готовил Кудрин в течение полутора или двух лет, и который оказался просто недостаточно просчитанной и подготовленной. Хотя он принимал в этом участие, он в какой-то степени, конечно, не полностью все, он сам считает, естественно, есть люди для этого. Но потом, когда выяснилось, что эта монетизация оказалась просто не до конца просчитана, они просчитались на несколько десятков миллиардов рублей, что в те времена огромную сумму, то это было очень болезненным для него лично ударом, потому что это говорило о том, что сам он отнесся недостаточно серьезно к этому одному из важнейших проектов, которые осуществляются под его эгидой. Поэтому, конечно, план есть и на эти шесть лет, и на последующие годы. А вот мы не о всех этих планах знаем, или можем о каких-то догадываться, но то, что эти шесть лет, а также последующие годы очень серьезно продуманы в отношениях законодательном, что делать и как это делать. Увидим, что после 7 мая, после инаугурации, какие действия будут приниматься, как скоро, во внутренней политике и во внешней политике, вне всякой сравнения. Но он человек в этом смысле немножко формалист, он не будет этих шагов осуществлять после выборов до 7 мая. Он дождется 7 мая, и вот 8 мая он будет это делать. Как вы думаете, его план есть, мирная война? Мировая. Мировая. Значит, я об этом уже, во-первых, немножко сказал на панели, и сегодня поставил пост у себя в журнале, если вам интересно, можете взглянуть. Войны в традиционном смысле не будет, я утверждаю это. Это моя точка зрения, если я ошибаюсь, но иначе вы скажете, что ошибся. Но с моей точки зрения ее не будет, потому что соотношение ресурсов в традиционном смысле этого слова настолько не в пользу России, что дело даже не в том, что надо быть безумцем. Тут не надо никем быть, потому что соотношение слишком очевидное. Соотношение по военным расходам 13 к 1. Соотношение по ВОП, я не знаю, 10 к 1. Соотношение по военным расходам на одного военнослужащего, НАТО против России, 3,5 к 1. А если брать американские войска и российские войска, 10 к 1. То есть это просто военная вооруженность, техническая вооруженность, вооружение средствами связи, чем угодно, со стороны американцев, со стороны российских войск. Эта война, если бы она такая была, просто была бы на истребление, на истребление слабейшего просто. Как это произошло с ЧВК Вагнера по Дезезору. Поэтому такой войны в традиционном смысле Путин точно будет избегать из-за всяческих сил, ну а Запад не заинтересован в этом, естественно, тоже. Но Путин, поскольку имеет свое представление, о своих слабых и сильных сторонах. Сильными его сторонами является обладание такими ресурсами, которым Запад либо не обладает, либо обладает в гораздо меньшей степени. Химическое оружие. Он обладает, Запад нет. Использование ядерного оружия, скажем, например, полония для отравления людей. Запад этим не занимается, этого не знал до недавнего времени, а у него это есть. И я уверен, что мы еще не знаем многих других элементов оружия, но мы узнали о том, что есть там интернет-ролли, есть там пропаганда, есть там вещах, которых тоже там, если русские уже знали, это там 10 лет последних, то, скажем, наши соседи, и там те же самые американцы этого не знали. Хотя им сколько рассказывали, они в это поверить не могли. Наконец-то это дошло до них, они с этим познакомились. Но это тоже новое средство, новое оружие, при использовании которого у Кремля было явное преимущество, потому что это было новое оружие, а жертва не знала об этом, не знала о масштабах применения, о том, как это использовать, как от этого защищаться, в том числе в условиях открытого общества, в условиях демократии, в условиях первой поправки, свободы слова и так далее. Только со временем Запад вырабатывает противоядие, инструменты, технологии, методики. Я имею в виду Запад в самом широком смысле слова от Соединенных Штатов до Литвы, потому что это тоже самое, как бы жертвой становится, не важно, кто за пределами российских границ. Это все требует сил, требует времени, требует технологии, требует знать. Но, например, сегодня уже западные страны, западные общества в гораздо большей степени подготовлены к такого рода, например, пропагандистским атакам, гораздо лучше понимают это. Создано уже немало центров по разоблачению лжи, фальсификации, фейков, реагированию на это. Все понимают, что есть реальные комментаторы, есть фейковые, троллинговые комментаторы и так далее. Сейчас, после, конечно, отравления полонием и новичком, средства защиты людей от химического и радиационного поражения естественно будут развиваться гораздо более энергичными темпами и не только в Великобритании, а во всех западных странах. Я тоже упоминал, что вот, например, энергетическое оружие, которым не использовал даже Советский Союз, мы знаем, во времена, поскольку хотим стал использовать, Литва тоже применила свое противоядие, создав газовые терминалы, тем самым образом пытаясь защитить собственную экономику от энергетического шантажа. То есть, это идет постоянный процесс с одной стороны разработки новых методов, нетрадиционных методов в ведении военных действий и выработки противоядия, защиты против этих методов действий. Что же касается традиционных, вот еще раз скажу, традиционных военных действий, я испытываю исключительно глубокий скепсис о том, что такое возможно. А ядер наружу? Опять-таки, это традиционные методы, это традиционные методы, которые там сравниваются. Нет, никакого... То, что он сделал, то, что он заявление о том, что там, значит, кому нужен такой мир без России, это чистый шантаж в стиле Ким Чен Ира и всей этой самой семейки, о чем еще Андрей Пкинковский давно-давно написал, что, значит, если у того есть ведро ядерных отходов, то у этого такой арсенал, почему бы этим не воспользоваться. Но старая русская пословица говорит, что лающие собакой не кусают. Значит, Путин никогда не говорил о том, что мы будем использовать яд новичок, и поэтому он использовал. Он никогда не говорил, что будем использовать радиационное средство полонии, и он это использовал. Когда он говорит, что он будет делать и что он будет использовать, это очень хороший индикатор, что этого никогда не будет применено. Какая ситуация с российской экономикой? О том, что второй период правления Брежнева в Советском Союзе получил название «застоя», или по латыни, или на западных языках это называется «стагнация». Так вот, за последние 10 лет Брежневского режима, Брежнев был в власти 18 лет, так вот, за последние 10 лет Брежневского режима ВВП Советского Союза вырос на 17%. И это было закономерно названо «застоем», «стагнацией». Теперь, за точно такой же период времени, за 10 лет, как бы второй длинный период Путина, или вторая половина правления Путина, российский ВВП вырос на 2,3%. Это несопоставимо с Брежневом. То есть, если Брежнев по сравнению с ним, это, можно сказать, скачущий заяц по сравнению с медленно ползущей улиткой, непонятно в какую сторону. Понятно, что эти 10 лет включают в себя периоды падения, некоторого роста, стабилизации, нового падения, еще раз падения, еще раз падения, там была ступенька такая, потом некоторого оживления, потом снова падение стабилизации. В общем, в целом, за 10 лет фактически никакого экономического роста в России не произошло, потому что 2% за 10 лет – это ничего. Следует вспомнить, что в 2000 году, в первом году, когда Путин был президентом России, российский ВВП вырос на 10%. То есть, за один 2000 год российская экономика выросла на величину в 5 раз больше, чем за последние 10 лет. То есть, темпы роста тогда были в 50 раз выше, чем сейчас, в среднем. Или, наоборот, сейчас они в 50 раз ниже, чем были в первый год путинского руководства. Собственно, вот эти цифры, сопоставление цифр, дает представление любому человеку, без всякой пропаганды, без всяких оценок, что означало продолжение нахождения у власти этого человека и сохранение этого политического режима, проводящего соответствующую и внутреннюю политику, и внешнюю политику. Это правда, что налоги расходят? Ну, сейчас там увеличились разные сборы, но то, что сейчас предложил Дворкович, собственно, выступал по этому, предлагая изменить ставку подоходного налога с 13 на 15 процентов, Но это называется нанесение смертельного удара, похорон, тем самым экономическим решением, которые были приняты в 2000 году, тем самым же Путином, по рекомендациям той экономической команды, которая тогда была, включая меня, естественно. Это ставит окончательный крест на том повороте, не только идеологическом, не только внешнеполитическом, но и на экономическом развитии экономической политики, которые Путин эволюционировал или деволюционировал за последнее время. То есть никакого отношения ни к либеральной экономической политике, как сегодня некоторые странно утверждали, ничего к этому не имеет. Вообще, строго говоря, поддержание бюджетной, или там, фискальной стабильности, это не либеральная политика, это любая политика, независимо от направления, идеологического направления того или иного человека, это не имеет никакого отношения. Просто безответственная фискальная политика, это просто свидетельство явного непрофессионализма, но ни в коей мере не свидетельство той или иной идеологической направленности. Это говорит о том, что рынки отреагировали на то, что соответствующие лица, российские бизнесмены, компании, окажутся полностью изолированными на мировом рынке. Потому что понятно, что после того, как такого рода санкции введены с Соединёнными Штатами Америки, ни один из граждан Соединённых Штатов Америки и ни одна из американских компаний не будут поддерживаться никаким любым отношением. Но рано или поздно это распространится и на европейские компании, потому что все понимают, что подобные меры могут быть распространены на те компании, которые будут поддерживать соответствующие отношения. И это означает, что потратили европейские и американские рынки будут для этих компаний, для этих лиц закрыты. Конечно, остается и другой мир, но это будет совершенно другой мир, потому что ни другой мир инвестируют в российские фондовые рынки. Российский фондовый рынок инвестировали, инвестируют, по крайней мере, в европейские компании и американские компании. Там не так много венесуэльских, северокорейских, иранских и другого рода компаний. Даже китайских не так много. Поэтому это означает радикальный поворот во внешнеэкономическом позиционировании пока только этих граждан, но и не только этих граждан. Потому что все понимают, что это лишь только первая ступенька, первый шаг введения санкций, за который последует новое. Потому что лица, которые оказались в этом списке, это лица из так называемого Кремлевского доклада, который был подготовлен в январе этого года и 30 января был передан в закрытую часть Конгресса Соединенных Штатов Америки. Там несколько сот имен. Сейчас из этих нескольких сот имен взято 7 фамилий бизнесменов и 17 имен государственных чиновников. В Кремлевском докладе гораздо больше имен и людей, и компаний. Вы также участвовали в составлении меморандума в Кремлевском докладе оцените эффективность санкций в Великобритании США. Не, оказалось, что эффективность вот даже вот этой первой волны, которая на самом деле, строго говоря, скрохотная, она буквально минимальная. Потому что всего лишь 7 бизнесменов, да, они крупные, ну, они бы совершенно не мелкие, ну, по крайней мере, не крупные из них, и компании не маленькие. Но, в принципе, как удельный вес в российской экономике, они составляют несопоставимую скромную величину, несопоставимую с тем падением фондового рынка, который произошел в результате введения этих санкций. И несопоставимую с тем падением курса рубля, который произошел. Это говорит о том, что если будут предприняты следующие шаги, и когда они будут предприняты, включая и вторую, и третью, и следующие волны, последствия для российского фондового рынка, для российского валютного рынка будут гораздо более существенными. Ну, как вообще, как долго может приближаться такая тенденция, какие долгосрочные эффекты? Ну, это будет означать, что та стагнация, о которой мы говорили вот до этого, она точно будет продолжаться. И, скорее всего, от слабо положительных значений, когда тот же самый Путин, значит, с гордостью говорят, что, ах, там, ВВП вырос на 1%, или там, на 1,3%, хотя в 2000 году он даже не замечал, что, практически не обращал на это внимание, не доставлял в качестве собственного достижения, что российский ВВП вырос на 10%, то не будет даже этого, будет нулевой, или будет отрицательный рост. Все, например, хотят в ответ внести санкции своей российской. Как это, в принципе, эффективно? Ну, никто не мешает стрелять в собственную ногу, как говорят наши американские друзья, или бомбить собственные воронежки, говорят, в России. То есть, хорошо известно, что все эти санкции действительно можно вводить, тем самым ухудшая собственное положение. То есть, никто никогда не мешал разбивать свою голову о стену. У Путина и его команда сохраняется эта возможность и сейчас. Какие бы они ни были, нет. Просто, понимаете, для нормального человека очень трудно прогнозировать поведение воспаленного сознания. Так же, кто-то вновь не курса рубля отразился и в Беларуси. Сколько это разница на экономике в Беларуси? И может это означать опасения конфликта между запахом России и негативное влияние на экономику? Нет, ну, знаете, падение валют стран, являющихся соседями России, действительно произошло с белорусской проблемой, это произошло с белоруссанскими Денге. И это естественно, потому что экономики обеих стран и других стран тоже довольно сильно завязаны на Россию. И в этом смысле они просто реагируют на то, что происходит на крупнейшем рынке торговых партнеров. Ничего удивительного в этом странного нет. Но большого ужаса для ваших экономик не произойдет. Просто временно получат ваши экспортеры некоторые преимущества при поставках товаров на российский рынок, если, конечно, не будут введены новые какие-либо ограничения, регулирования, которые, например, по поводу молока, как там заявляют российские министры сельского хозяйства, что еще раз подчеркивает всю нелепость той конструкции Евросийского экономического союза, который, соответственно, не имеет ничего общего ни к рынку, ни к свободному рынку, тем более. Как вы можете еще пострадать запад? Ну, то есть, санкции, они влияют на предприятия, находящиеся в Америке российские? Я такого, честно говоря, не помню, чтобы я такого говорил. На Запад это повлиять не может, негативно как-то повлиять не может. Просто сейчас постепенно все эти шаги ведут все больше конфронтации, с которой появляются новые и новые элементы. Появляются экономические элементы, финансовые элементы, визовые элементы, появляются военные элементы. И, собственно говоря, НАТО выдвинуло значительную часть своих подразделений в азийские страны. Я не удивлюсь, что эти контингенты будут увеличены. Мы сейчас все в ожидании того, что произойдет в Сирии, и какой характер приобретет возможные действия американских вооруженных сил и их союзников на территории Сирии. И каким будет ответ или каким не будет ответ со стороны России в этом случае. Но видно, что количество инструментов, используемых в этой конфронтации, возрастает. И некоторые из этих инструментов носят совершенно нетрадиционный характер, как мы видели, по использованию новичка и каких-то подобных инструментов. А как вообще влиять, как вообще в каких случаях еще могут принести новые санкции? Они сейчас уже могут вводиться в любом случае, собственно говоря, без привязки к каким-либо решениям. То есть буквально все, что угодно. Вот, например, сейчас вот эти санкции, значит, или, там сказать, вот эта очередная волна, даже не санкции, а такая очередная волна обмена любезностями публичной произошла не в связи с действиями непосредственно России, а в связи с действиями осада, использованием им химического оружия против собственных граждан. Но результатом этого стало публичное утверждение о том, что это может очень серьезно сказаться на России, на российском режиме. Поэтому сейчас конфронтация выходит на новый качественный характер, когда для того, чтобы предпринять следующий шаг, не нужно ожидать какой-либо новой провокации, которая бы приглашала бы или позволяла бы или делала бы возможным следующий шаг. У этой конфронтации уже запускается свой самоподдерживающийся ее механизм. Поэтому любые шаги можно ожидать теперь уже практически в любое время, независимо от того, что делает та или иная сторона. А вот сейчас, в глядя писало тоже соглашение, например, что вы венчились в Волшебское море с Семеном Фоток-2, последовало пример в Германии. Могут ли последовать также противники этого проекта, Польши, и вообще, нет ли такого стремления, от диверсификации даже проводят? Ну, стремления такие есть, особенно у восточноевропейских стран. Ну, Меркель уже заявила, что старается принять его внимание. Какую форму это принятие во внимание примет, мы посмотрим еще. Но дело в том, что сейчас мы видим, что если в предшествующие годы политические, геополитические соображения никак не принимались во внимание при осуществлении экономических проектов, то сейчас они принимаются во внимание и во все большей степени принимаются во внимание хотя бы на уровне слов. Это означает, что это просто следующий этап, качественный этап. Следующим этапом станет тот этап, на котором геополитические соображения будут являться лидирующими, а экономически второстепенными. В течение долгого времени казалось, что Запад никогда к этому не придет, но мы видим, что в последнее время он достаточно энергично двинулся в эту сторону. Какие интересы Путин имеет в Сирии? Ну, несколько целей. Несколько целей, в общем, не скрывая, по крайней мере, о некоторых из них говорил. Первая цель, главная, заключается в сохранении своего клиента Асада. Он неоднократно говорил о том, как он видел, чем закончились правления Саддама в Ираке и Каддафе в Ливии. Повторение или продолжение этой линии в Сирии приведет к тому, что следующим на этой линейке может оказаться он сам. Поэтому совершенно рациональное поведение поддерживает того, кто находится до тебя на этой линейке. Потому что, значит, пока будут заниматься им, руки не дойдут до него. Ну, по крайней мере, в этой логике. Это раз. Второе. Это возможность заполнить геополитический вакуум, возникший на Ближнем Востоке в результате демонстративного бессилия Обамы со всеми его бесконечными красными линиями, неисполнением обещаний и так далее. Таким образом, публично продемонстрировать не только собственному населению, но и всему миру неспособность, просто такую импотенцию западных держав на ключевом театре военных действий. И мы видим, что в то время, когда американских войск, американского присутствия там не было, оно было занято Россией, Ираном и Турцией. И в итоге оказалось, что судьба Сирии решается не на переговорах в Женеве, в которых Соединенные Штаты и Запады играли ведущую роль, а на переговорах в Астане или где-то в других местах, где, значит, судьбу Сирии решает Россия, Иран и Турция. Такого представить себе 5 лет у нас было просто невозможно. Оказалось, это возможно. Почему? Потому что, как говорят наши англосаксонские друзья, важно which boots on the land, чьи сапоги находятся на конкретной территории. То есть, если сейчас там находятся российские сапоги или российские ботинки, то, значит, собственно, те страны, войска которых находятся на этой территории, обладают несопоставимым большим весом при введении соответствующих международных переговоров и при решении судьбы того или иного политического режима той или иной страны. Поэтому это довольно существенная геополитическая, нельзя сейчас пока еще сказать победа, но очень довольно существенное приобретение активов на стороне Путина, которое почти исключительно получилось в результате импотенции обамовской администрации. То есть, попытка что-то потом еще сделать в небольшой степени трамповской администрации могла только лишь немного купировать некоторый ущерб. Ну, в частности, вот известно, значит, формирование де-факто линий демаркации по Ефрату и контроль за восточными провинциями Сирии американскими войсками, но большая часть территории страны и в том числе территории страны населенной, большая часть у населения оказалась под контролем России, Ирана и Турции. Это просто для всех еще раз демонстративный урок того, к чему ведут безответственные изъявления и неспособность действовать великим державам, которые либо взяли на себя, либо унаследование функции международного полицейского. Если эти функции выполняются нехорошим международным полицейским, то эти функции все равно будут выполнены. Они будут выполнены плохим международным мафиозеем. Но он все равно будет выполнен. Он вакуум не терпит, он не может существовать бесконечно, он заполняется тем, кто может предоставить соответствующий силовой ресурс. Группа Вагнер, это что вы знаете об этом? Нет, это большой разговор, мы много знаем, что конкретно. Ну, так это частная армия? Нет, ну она как бы это частное подразделение, но естественно она полностью финансируется, управляется Российским министерством обороны и выполняет задачи, поставленные Российским министерством обороны. Никаких иллюзий по поводу того, что это самостоятельная группа, которая действует не в соответствии с приказами, получаемые это все, вы выбросите события, этого такого нет. Эта группа всегда действовала и действует и будет действовать в полном соответствии с задачами, поставившимися руководством Министерства обороны Российской Федерации. Бойцы Вагнера брали Пальмиру, отдавали Пальму, так сказать, пропагандистскую регулярным войскам, платили за это в собственной крови собственными жизнями и продолжают платить за это. Но таковы условия контракта, которые они подписали. Но в любом случае это одна из дальних, длинных рук того же Российского министерства обороны. А кто такой Пригожий? Шеф-повод? Ну, просто так получилось, что он занимается этим делом. Но надо сказать, что он в данном случае является инструментом для Путина. Не надо представлять его в качестве человека, который оказывает воздействие на Путина, который управляет Путиным, который, значит, там это делает. Ничего подобного. Нет, просто он оказался одним из таких многочисленных прохиндеев и мошенников, которые оказались рядом, которые, пользуясь тем, что он оказался рядом и обладая как бы своими собственными якобы геополитическими представлениями, предложил услуги, получил контракты, получил контракты в том числе от Минобороны от других мест и пытается над этим заработать. Но для Путина он является достаточно далеким.